приветствую всех на нашем канале про калининград сегодня 17 октября температура сейчас посмотрим где-то в районе плюс 12 градусов и мы сегодня продолжаем рубрику обзоров районов калининграда приехали в центральный район и покажем сегодня улицу чикалова начиная прям с проспекта мира как она пересекается и пройдем вдоль улицы чикалова и затронем еще несколько улиц покажем так скажем амалианау в его самой такой красе ну то есть более-менее на мой взгляд это одни из таких симпатичных улиц их конечно много но как правило не все туристы доходят до них поэтому я предлагаю сегодня их посмотреть поехали но вот здесь на пересечении улицы проспекта мира суда уходит улица бассейна и который тоже можно показать который тоже интересно находится храм храм Туила и Мефодия ну он построен был относительно недавно то есть это здание относительно новое ну такое в стиле русского традиционного храма строительства но здесь в принципе вид не портит очень даже красивое здание а напротив этого храма там деревья в парке находится католический католическая церковь даже ветеранская по моему если не ошибаюсь вот но туда мне сейчас не с руки идти показывать вам но она там есть имейте это ввиду и вот мы сейчас идем ну как бы здесь пересечения до улицы бассейна и проспект мира и мы идем в сторону как я и говорил улица чекалова здесь на этих пересечениях эти три улицы соединяются и вот доминанты эти этого этих улиц как пересечения этих улиц является вот это вот здание интересное такое здание в принципе новострой но лучших традициях лучших традициях такого немецкого до восточно-прусского архитектурного строительства здесь кафешки рядом с этим зданием прям в нем улица чекалова и тут дома как бы и паркинги дом новый интересный я бы сказал но было бы все такое строительство так город просто процветал бы если бы все строили такие дома похожие просто элементарный пример как можно строить современные дома и при этом соблюдать стиль соблюдать историю историю историческую какую-то вот направленность города и привлекательность при этом да то есть ну тут как бы не знаю даже с точки зрения даже с точки зрения вот туристической вполне себе интересное здание ну давайте пройдем дальше по улице чекалова далеко не ушли тут же рядом с этим зданием есть такой очень антуражный магазинчик тоже в таком красивом домике из кирпича они здесь смотрите как украсили все уже хэллоуину тыквами просто красота и вот здесь такой необычный балкон кованый магазинчик милое дело ну пошлите в глубь прогуляемся 17 октября листва уже кое-где начинает желтеть кое-где еще остается зеленый но все равно в большинстве своем калининград пока еще зеленый погода если ты тепло оделся вполне позволяет гулять комфортно ну где-то плюс 12 на солнце было бы было днем теплее сейчас вот я иду вам показываю уже 4 часа вечера ну наверно уже 11 где-то градусов сегодня был где-то наверно в пике ну до 14 на солнце можно же чуть больше захотел вам показать эту улицу на мой взгляд она одна из таких вот ну ну более облагороженных что ли тротуарчики видите как бы такие целые все замечательно ухожено тут дома в округе интересные которые можно глянуть посмотреть вот здесь дом конечно он очень интересный но его закрывает зелень к сожалению не знаю смогу ли я подобраться к нему чтобы вам показать мы попробуем интересный дом давайте посмотрим смотрите какая там уже красота то есть вот такие какие-то вазоны такой вход прям огромные такие окна ту и тут размером я не знаю с пятиэтажный дом ну красота просто красота ну сам забор интересный вот это целый особняк просто супер входная группа и здесь вот так особнячок в районе как-то знаете викторианский стиль конец девятнадцатого начала двадцатого века наверное даже больше середины девятнадцатого викторианская эпоха такого стиля особняк ворота и вот здесь такая лужайка прям идеальная ну дом супер идем дальше посмотрим что у нас есть еще ну вот такое здание да то есть здесь улицы тоже особнячков какой-то дядечка в белом халате это что медицинское учреждение ладно потом посмотрим что это за медицинское учреждение но явно туда медицинское учреждение потом подпись добавлю что-то там окей добавлю в подпись ну а рядом вот такие дома частные дома здесь уже дерево полностью желтое красивое и вчера шел дождь ночью прям сильный-сильный и по новостям показывали что затопье черняховского улицу ну как бы это все быстро очень прошло не успели напрягаться не успели испугаться так это и но в в запах на улице идет уже такой листвы немного да наверное осенний запах такой красный вьюн и его интересный ландшафт получился это гостиница ну чё там такая какая-то серенькая с красненьким страшненькая такая ну ладно пойдемте дальше посмотрим мне нравится в калининграде туи допустим геленджики они портятся а здесь они вырастают достаточно большие хорошо себя чувствуют чикалово 33 б интересный частный дом здесь здание стиль фарфер такое тоже 33 в красота и домик под кирпич чикалово 50 на мой взгляд вот вот говорю это хотя бы так стройте хотя бы так то есть вот если так посмотреть да здесь конечно есть дополнительные декоративные какие-то элементы там прочее но насколько насколько это дороже то есть насколько это такой дом дороже построить чем они строят допустим от обычный бетонный неужели неужели это очень дорого вот так вот сделать не знаю а вот что думаете пишите в комментариях согласитесь это выглядит лучше чем типичные стандартные домики здесь люди вообще какой-то проявили творчество это покрасили входную группу прямо на прям как под типа замок с колоколом да фарфверковый домик интересно птиц сегодня летает очень много здесь какой-то белый кирпичик использовали в облицовке на мой взгляд выбиваются из контекста ну да ладно хотя бы так мне в одном из комментариев в одном из видео комментарии написали не снимайте тротуары снимайте дома вот я уже сейчас даже не знаю пытаюсь как-то камеру так направить чтобы поменьше тротуары вам попадались одно тротуара здесь чё снимать здесь они есть но обычные вернул на каштановую аллею и тут очень много таких интересных новостроечек ну как конечно это уже не новостроечки но новых домов и целый комплекс здесь интересных домиков прям такая улица из них да неплохо рядом стоит старая хрущевка которую вот как раз таки надо делать так чтобы она фасад свой приобрела нормальный а вот здесь несколько но однотипных домов в таких но тем не менее наверху застройщик написал себя но неплохо а дальше дальше еще один похожий домик и там еще другой какой-то ну то есть тут вот как бы такой новый микрорайон выстроен только к штатов вот в этом же доме но который показал да из внизу против к штанова и тут такие немецкие дома они тянутся тянутся далеко тянутся но эти дома пока еще требуют капремонта фасадная фасадной части но они интересны сами по себе эти дома они конечно понятно что это не прям не дворцы ничего но если сделать фасады то все равно улице по-другому будет смотреться даже сейчас с ними она смотрится иначе чем нежели если бы здесь стояли бы просто хрущевки то есть у этого дома есть потенциал который можно привести в порядок то есть его только покрасить там подмазать и все будет нормально а вот эти здесь уже масштабные нужны переделки это мы идем по косну улице к штановой аллея вот еще тоже классный дом по-другому выглядит перекресток улице он как бы и гармонирует да то есть как дорога идет до перекрестка и дом также уголком стоит вот это все создает общее впечатление такое завершенности улице вот эту часть дома уже капитальный ремонт прошел ведь она уже более покрашена такая интересная брусчатка дорога старая улица ну мы перешли на улицу чернышевского улица чернышевского конечно тоже неплохая интересная некоторых местах тоже есть смысл посмотреть цветы на мой взгляд очень атмосферная улица особенно в этой части во-первых суженая дорога на которой не разъездишься конечно гремит но это из-за того что есть люди которые там любят по ней промчаться во вторых хорошие тротуары влажная площадка вот эти здания все равно дышат стариной много зелени кустарников деревьев и здания которые исторические ну практически улица как выглядела в начале века двадцатого так она выглядит и сейчас по ней очень мило даже можно погулять встречается на улице чернышевского и новые дома кирпичные это где-то начало двухтысячных может 2001-2003 дома ну добротные вполне себе конечно ценник здесь на однушку ожидать меньше чем шесть с половиной не стоит а то и все семь потому что дом поновее место шикарное вот какая красота в какой-то части иногда даже думаешь что реально где-то в немецком городке но по сути так оно и есть эта часть кенигсберга сохранилась и остается вот в таком же первозданном виде тем более еще дома отреставрировали черепица на крыше в большинстве своем сохранена где-то заменена где-то именно черепица осенью калининград в это время красив на мой взгляд поэтому вот не ограничивайте себя стандартными маршрутами когда приезжаете в Калининград прогуляться по этим улицам очень даже запросто нужно очень даже запросто нужно почти каждый переулок идешь так вот там туда-сюда и почти в каждом переулке можно встретить какое-то интересное здание которое прям хочется подойти рассмотреть поближе но уже думаешь ладно уже сохраняешь определенный маршрут и идешь по этому именно маршруту все же не бежишь сколько не старайся не бежишь давайте вот около этого шикарного здания посмотрим здесь есть скульптурная группа мы ее сейчас попробуем посмотреть внимательно ну и красота ли здесь скульптурная группа вот девушка с каким-то мужчиной напишите что это за скульптурная группа что означает но очень интересно здесь кафешка так пришли допустим здесь на Чернишевского сели в кафешку попили кофе посмотрели на красивую архитектуру вокруг красота сейчас от Чернышевского идем в сторону улицы Карла Маркса там пройдем пряменько до сквера Шопена ну а там дальше еще чем-нибудь поснимаем интересную там уже и Кутузова будет еще посмотрим еще раз ну в общем поснимаем магазин Береза белорусский не знаю как вам но мне очень нравится их продукция качественная всегда вполне себе свежая и ну по ценам конкурентоспособная конечно так тут здесь а 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 это улица коммунальная здесь находится дом ну немного в таком плачевном виде в плане фасада но квартиры в нем стоят я вам скажу тут на четвертом этаже есть квартира четырешка в том году человек хотел за нее около семнадцати миллионов но их вообще насколько я понимаю этот дом запланирован по капремонту двадцать 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 год ближайшее время когда его сделают вот капремонт конечно тут квартиры станут еще дороже место ну прям огонь коммунальная вот она прямо прямо у нас по курсу сквер Шопена и там дальше уже выход на проспект мира и там Кутузова место очень хорошее считает самый центр Амалианау и вся архитектура вся красота этого места здесь рядом вот тут такие башни здания интересные тут недалеко улица красная офицерская тоже вполне себе знаменитая интересная улица с точки зрения архитектуры ну вышли к скверу вот этот дом конечно когда его сделают добавит это сразу капитализации квартирам которые находятся здесь в этом доме напротив дом уже капитально сделан поинтереснее красивее стало тут у нас Шопен его пюст здесь часто любят собираться всякие разные мероприятия иногда иногда в этом скверике назначают встречи ютуберы ну и прочие известные люди в том числе из Москвы приезжают в Калинингад и бывает назначают встречу в сквере Шопена бывает часто идешь через него там кто-то глаголит своим фанатам кстати пишите в комментариях как у вас погода тепло ли холодно ли может у кого-то снег выпал уже насколько я слышал что уже кое-где выпал так-то сегодня просто отличный день для прогулок поэтому не зря я пошел вам показывать и снимать видео не пожалел еще вам покажу улицу Чапаева и тут сделали тротуарную плитку новую прям крутую белую вообще улица преобразилась просто красота но к сожалению у меня заканчивается заряд телефона я вам не смогу много показать то что я планировал другие улицы видимо придется как-нибудь в другой раз поэтому сейчас немножко покажу буквально вот ну улица Чапаева тоже заслуживает внимание посмотрите какие красивые красные яблоки висят на дереве в дворе они уже созрели но они маленькие тут такие как бы есть то конечно побольше больше такие декоративные Чапаева 6 домик приведи в порядок и будет шик модерн в общем на этом заканчиваю потому что видео может в любой момент оборваться чего не хотелось бы поэтому если что пишите в комментариях как вам сегодняшняя прогулка понравилось или нет здесь улица Чапаева прям обязательно посещение очень красивая уютная удобная вполне себе идешь себе комфортно такая классная дорожка тротуарная 1930 год дом от капиталя или ремонт фасада все как надо на этом видео завершаем подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем пока-пока в комментариях подписывайтесь на канал подписывайтесь Продолжение следует...